Прошлое, настоящее и будущее сошлись в одном месте. Вот вы в 2020 году делаете пару шагов и уже в 1847-м, как путешествовать в Екатеринском парке во времени, чтобы не заблудиться и ничего не пропустить. Сейчас покажем. Какие таблички прохожие читают чаще всего? Правильно, те, что у остановок. Вот так ждут маршрутку и невольно заглядывают. Преимущественно в 19-й век. А что там интересного? Ну, не знаю, мне балы нравятся, отношения между мужчиной и женщиной. На остановке напротив почему-то перенеслись на пару веков будущее. По ощущениям, как думаете, в каком веке находитесь сейчас? Где-то в 23-м, наверное. А почему так? Технологии очень разлились. А на лавочке возле пруда хорошо и в нашем 21-м. Хотите сказать, как Кушкина было приятнее. Вопросы с дуэлями решались проще, а так все как обычно. Ну, а мы начнем с начала. История нашего города начинается вот здесь. Переносимся в 18-й век. Это ближе к картинной галереи. Вот первый верстовой столб, с которого начнется наше путешествие во времени. И началась история Террасполя. Дальше столбы идут в хронологическом порядке. Здесь, в сквере Деволана, это со стороны памятника Екатерины, история Российской империи. Здесь у нас 1795 год. В этом году Террасполь получает свое название. В переводе с греческого означает «город на Днестре». Кстати, именно в этом году и закончили строить Терраспольскую крепость. В каком веке, по ощущениям, находитесь? Как думаете? В 18-й где-то примерно. А хотел бы побывать там? Да, хотел бы. Интересно, как мне кажется, время. Переносимся на 52 года вперед. Представляем мы в 1847 году, где-то в центре Терраспольской крепости. В городе проходит первая Покровская ярмарка. Вон там, например, можно купить свежие овощи и виноград, а вот там за углом мясо и медовуху. Такие ярмарки в городе проходили каждый год вплоть до начала Первой мировой войны. В годы Первой мировой к нам несколько раз приезжал Николай II. Об этом рассказывают вехи, которые ближе к мемориалу. Был у нас и император Александр II, а еще раньше проездом Александр Сергеевич Пушкин. А кто приезжал к нам именно из известных? Певцы приезжал к нам Киркоров. Дима Белан. Приезжал к нам. А Пушкина? Не. Пушкин приезжал. Пушкин приезжал? Не знали. А как думаете, Пушкину понравилось бы у нас? Думаю, да. Но он воспевал Молдавию, будучи в Кишиневе. А я думаю, что Тирасполь очень красивый город, и край вообще Приднестровья красивый. Поэтому, конечно, были бы новые стихи, если бы он приехал сейчас. Итак, по векам и годам в Екатерининском парке мы уже прошлись. Теперь через дорогу к памятнику Суворову в другую эпоху. На центральной улице со стороны Суворова история с 1917 года. Всего здесь около 20 табличек. После военное время, образование Советского Союза и опять война, уже Великая Отечественная. И наш Тирасполь во всем этом. Что это? Можете сказать? Списывать умели в школе? Посмотрите вот назад. Там подсказка висит. Подсказки сразу две. Табличка с датой 29 марта 1978 год и сам герб Тирасполя. Посередине волны – это река Днестр, жаркое южное солнце и гроздь винограда. Чем ближе к кинотеатру, тем современнее история. Мы приближаемся к 2006 году. 17 сентября – референдум о независимости республики с последующим свободным присоединением к России. Тогда за проголосовало больше 97% преднестровцев. Ходила и, естественно, высказалась за независимость. Только так. Или в составе с Россией всей семьей ходили. Конечно. Вся семья, кто имел право голоса, все ходили и участвовали в референдуме. Завершают нашу экскурсию во времени таблички у кинотеатра. Последние на сегодня, но не вообще. Ведь каждый из нас пишет свою историю. Может, вы хотели бы какую-то дату добавить? Свою, например. 18 марта 2020 года. Вот оно чудо. Из далекого прошлого в недавнее настоящее. На этой табличке дата 2 сентября 2020 года. Это день открытия Екатерининского парка. Тогда посмотреть на Екатерину и запуск фонтанов пришли десятки тысяч человек. Мы стали свидетелями исторического события. История города только пишется. И кто знает, какие даты и имена появятся здесь в будущем. Регина Васильчук и Дмитрий Рядькович. Отражение.